На Донбассе боевики снова активно бьют из тяжелого оружия. С начала суток 7 обстрелов. В ход пошли гранатометы, минометы запрещенного калибра, а возле Авдеевки даже танки. Горячо и в Маринке. О ситуации там расскажет Ирина Баглай. Этот передовой блокпост боевики сожгли, обстреляв из минометов. Несколько дней назад все вокруг накрыли плотным огнем. Был белый день, и что-то крупное упало. Что-то упало, и начало очень сильно гореть. Мы не успели затушить, и получается, погорелась трава, еще был сильный ветер. И перенеслось на пост. Чтобы выжечь все, наемники использовали мины с зажигательной смесью, предполагают военные. Они же тоже пожуют туда и горючие смеси, и все что угодно. Оно вспыхнуло? Да, оно вспыхнуло. Оно шпирует, что заряды с РПГ, что вот это все, то есть, заливают в середину так называемого, как тельмолота, и стреляют. То есть оно при взрыве не только что осколками, но и что оно загорается. Бьют по Маринке боевики стихийно, пытаются застать армийцев врасплох. Здесь длительное время сохранялась тишина. А этот блокпост, который стал их целью, в прямой видимости врага, он перекрывает дорогу из захваченной наемниками Александровки. Напротив него был блокпост, и мы, получается, контролировали фермы. Наша задача была в том, чтобы, получается, товарищи второго поста не стреляли сзади. Вот мы должны были это контролировать. И дорога, которая была к Александровке. Совсем рядом заброшенная ферма. Периодически туда заходят мобильные группы противников. В проемах засекаем силуэты, но сложно понять, это корректировщики боевиков или манекены. Стреляя же из минометов, противник использует два приема. Гражданскую машину, то есть на прицеп положили миномет, подъехали, буквально даже могут на такую вот площадочку подъехать, выставить миномет, отработать по нашим позициям, свернуться и уехать. Второй прием бьют из-за спин людей. И Александровка, и Трудовские. Они пользуются тем, что мы не можем ответить им, что они спрятали свои минометы среди домов, где мирные граждане живут. Это делается для того, чтобы погибнуть скусунки войсковых с местным населением. С провокационного обстрела позиции 92-й бригады началось и сегодняшнее утро. Обстрел из стрелковой оружия и гранатометов. Обстрелы были из гранатометов, не можно сказать, что прицельные, но из стрелковой оружия четко били по позициям батальона. 92-я бригада уже почти год на передовом рубеже здесь же встретила 99-й день с момента своего основания. И многие из тех, кто еще ночью удержал оборону города, сегодня получили награды и подарки. Так, это по-честному звонят, это подарок командовача сухопутных визг в сбройных силах Украины. Это по-честному нагороду, как я уважаю, в сбройных силах Украины. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.